Алексей Бобринский. Эрмиты. Петербургская сказка. Глава пятая. Буря. Глава пятая. Глава пятая. В подземном канале была привязана настоящая венецианская гондола. Не очень большая, зато с ножным мотором, весело крикнул Иоанн, запрыгивая внутрь. «Ом-ром-ром-ром-ром» разнесло эхо его слова по всему гроту. На вид лодке было лет триста, но затейливый механизм работал как часы. Вращаешь велосипедные педали, винт крутится и лодка плывет. Федю тут же усадили на педали. Теодор устроился на корме у руля. А Ян на носу. И друзья отправились в путь. По подземным каналам гондола шла не очень быстро, покачиваясь на волнах и иногда поскрипывая. Она застоялась у причала и рада была размяться. Федя рассматривал диковинные картины на стенах. Теодор то и дело пытался выхватить что-нибудь из воды, а Иоанн рассуждал вслух. «Действительно, эта круглая штуковина очень похожа на шар, что на шпиле инженерного замка. Только там он золотой, а наша штуковина черная. Ну, конечно, шар упал и всех по золотой отвалилась. Ну, ничего, папа все обратно приделает. Он ведь в инженерном замке самый главный инженер». Иоанн мог бы рассуждать и дальше, если бы их лодку внезапно не тряхнуло. «Тысяча каракатиц!» – завопил Теодор. «Здесь акулы!» Но это были не акулы, а городское метро, проходившее где-то рядом. «Так вот роют тоннели рядом с древними эрминскими каналами, а потом удивляются, что станции заливает», – подумал Федя. Их тряхнуло еще раз, и лодочка на полном ходу вылетела в мойку, где-то под синим мостом. «Здесь-то поспокойнее!» – с облегчением выдохнул Иоанн. «Кстати, Федя, наверное, ты не знаешь, что синие, красное и зеленое мосты над мойкой придумали раскрасить свои любимые цвета – эрмиты. До сих пор наши родичи весной и осенью их подкрашивают». Гадуа с ребятами вынурнула из-под моста. И тут, как и обещал дедушка, неожиданно пошел дождь. Да не просто пошел, а хлынул вдруг мощными струями. Завыл ветер. В одно мгновение темное небо смешалось с водой. Все исчезло в кромешной мгле. «Держитесь крепче!» – закричала Иоанн. «Беда! Шторм!» Действительно, небывалый ливень начался так внезапно, что прохожие не успели накинуть свои плащи и раскрыть зонты. А ворона Карла, пока долетела до ближайшего чердачного окна, так вымокла, что чуть не упала от собственной тяжести. Федя не мог понять, что происходит. Хлестал дождь, стало по-осеннему холодно, в гондолу набиралась вода, навстречу летели огромные волны, которые, казалось, вот-вот разобьют в щепки их древняя суденышка. С городом тоже сделалось что-то странное. Змеи на головах горгон в отражениях мостов ожили и зашевелились. В ответ на это добрые львиные морды на фасадах здания угрожающе оскалились, а атланты, держащие балконы, нахмурили брови. И напрягли могучие мышцы. Нева вспучилась, словно перед наводнением. И тут Федя увидел змея-баламута, который приближался к гондоле. Он плыл за ними, сверкая желтыми глазами, открыв пасть, из которой высовывался раздвоенный язык. Феде показалось, что змей увеличился в размерах. «Полный вперед! Лев руля!» – рожащим голосом отдавал команду Иоанн. «Сейчас я ему покажу!» – попил Теодор, размахивая кулачком, но при этом почему-то прижимаясь к Феде. «Это он хвостом своим в воду баламутит!» – оттого и буря! – догадался Федя, который ни на секунду не прекращал крутить педали. Баламут нагонял лодку. Братья-эрмиты метались от одного борта к другому. Иоанн размахивал спасательным кругом, а Теодор с криком «Пли!» – швырял в змея всякой мелочью из карманов. Тут даже желудь пригодился. Но баламут не обращал на эрмитов никакого внимания. Его холодный, страшный взгляд был прикован к Фединому рюкзаку, в котором лежало ядро. Только гондола не теряла самообладание. Она мужественно шла наперекор волнам на пределе сил. Надо думать, в былые дни видала шторма и пострашнее. Даже когда баламут уже почти дотянулся до кормы лодки, а Федя бросил педали, готовясь дать отпор змею, она шла и шла вперед. «Шпокойно!» – шипел змей, нависая над гондолой. «Не шевелитесь!» Последняя надежда оставила друзей. И в этот момент сквозь темные тучи и дождевые брызги пробился лучик света. За ним второй, третий, и вот уже все вокруг засияло миллионами радужных бликов. Солнечные лучи наверху отражались от огромных белоснежных крыльев и, устремляясь прямиком на лодочку, которая на миг стала похожа на большой красивый корабль под белоснежными парусами. Высоко в небе над крышами и шпилями парил ангел. Федя узнал в нем ангела-хранителя города со шпиля Петропавловского собора. Дождь кончился так же неожиданно, как и начался. Змей исчез. Видимо, нырнул в какой-нибудь омут и там затаился. А гондола тихим ходом приближалась к инженерному замку. Но чтобы попасть к секретному причалу, скрытому под мостом центрального входа, нужно было выйти в фонтанку. Все птицы попрятались от дождя под карнизами инженерного замка, в густых ветвях деревьев летнего сада. И только бронзовый чижик-пыжик сидел, нахоклившись на своем месте, внизу, у самой воды. Фонтанка поднялась, и волны захлестывали птаху с головой. — Смотри-ка, не улетел! — Теодор с уважением посмотрел на бесстрашного стража в фонтанке. — Куда же он улетит? Он же памятник! — удивился Федя. И тут бронзовая птичка демонстративно расправила перышки, стряхнула с них капли воды и коротко с достоинством что-то чирикнула в ответ. — Молодец, чижик, привыкает к службе. А то сначала всего пугался и постоянно улетал домой, — похвалил птичку Иоанн. — А где его дом? Теодор подметнул мальчику и указал на большое здание на набережной напротив. — А зачем он туда улетает? — Все-то тебе объяснять надо. Жил когда-то здесь недалеко наш родственник Портной, а в этом здании раньше было императорское училище правоведения. И шить мундиры для студентов поручили нашему родственнику. А он очень любил птиц, синицы, ловьев, голубей. И особенно любил чижей. Вот и решил он для студентов сшить желто-зеленые мундиры, как и передние у чижика. Желтая грудка и зеленоватые крылья и хвост. В городе студентов правоведов тут же прозвали чижиками-пыжиками. — А почему пыжиками? — не унимался любознательный Федя. — Они много пыжились, — объяснила Аааа. — Слишком гордые были. Феодор весело затянул. — Чижик-пыжик, где ты был? На фонтанке воду пил.